Каутом одержать верх и объединить титул чемпиона мира нашему спортсмену удалось уже во втором раунде. Вот наш корреспондент Андрей Шляпников следил за ходом этой баталии. Сейчас он вновь на прямой связи со студией. Андрей, ну я снова вас приветствую. Вот эксперты говорили, что бой будет долгим. Считали, что шансы на победу равны. А получается что, ошибались? Антон, ну видимо ошибались. Не ожидал такого быстрого развития событий даже сам Денис Лебедев, как он признался после боя. Но он открыл маленький секрет. Оказывается, накануне, на взвешивании, к нему подошел человек и сказал, что он победит именно во втором раунде. Лебедев, в общем-то, это воспринял. Ну, не надо забегать, бежать впереди идущего поезда. Но когда сегодня это случилось, он вспомнил ту вчерашнюю фразу, а человек сказал, что ему это приснилось. Так что вот такой вот у одного из болельщиков был вещий сон. Но на самом деле Рамирес был темной лошадкой. Изначально даже многие специалисты не видели его в деле и не могли сказать, как он себя может повести. Но вот прогноз специалистов по поводу Дениса Лебедева оправдался в том, что Лебедев будет бить своей левой. И Рамирес, в общем-то, оказался не готов к такому развитию событий. Ведь Рамирес правша, а Лебедев левша. Но давайте послушаем, что сказал Лебедев сразу после нокаута. Я рассчитывал, как минимум, четыре раунда дать ему помахать. Но когда я увидел, что он открывает и доступен для меня, я начал потихонечку его загружать. Ну, так получилось, что зацепил и доработал. Видимо, сказывается уже опыт. Вот тот опыт. Мне 36 лет. Но по-настоящему я вот расцвел только сейчас, можно сказать. Готов преодолевать вершины. Ну, как признался сам Денис Лебедев, сейчас он набрал высшую ступень в своей карьере. Он в отличной форме, готов к новым свершениям. Ну, а зрители, конечно, хоть и хотели увидеть более продолжительный бой, все равно были счастливы, что вот так он закончился. Потому что, конечно, когда бой заканчивается нокаутом, это высший пилотаж в боксе. Так что Денис Лебедев защитил свой титул чемпионский пояс WBA. А вот Рамирес его потерял. Но уже по другой версии, по версии WBF. Так что, пока Лебедев... Я вот расцвел только сейчас, можно сказать. Готов преодолевать вершины. Ну, как признался сам Денис Лебедев, сейчас он набрал высшую ступень в своей карьере. Он в отличной форме, готов к новым свершениям. Ну, а зрители, конечно, хоть силы, он вспомнил ту вчерашнюю фразу, а человек сказал, что ему это приснилось. Так что вот такой вот у одного из болельщиков был вещий сон. Но на самом деле Рамирес был темной лошадкой. Изначально даже многие специалисты не видели его в деле и не могли сказать, как он себя может повести. Но вот прогноз специалистов по поводу Дениса Лебедева оправдался в том, что Лебедев будет бить своей левой. И Рамирес, в общем-то, оказался не готов к такому развитию событий. Ведь Рамирес правша, а Лебедев левша. Но давайте послушаем, что сказал Лебедев сразу после нокаута. Я рассчитывал, как минимум, 4 раунда дать ему помахать. Но когда я увидел, что он открывается и доступен для меня, я начал потихонечку его загружать. Ну, так получилось, что зацепил и доработал. Видимо, сказывается уже опыт. Вот тот опыт. Мне 36 лет, но по-настоящему. Антон, ну, видимо, ошибались. Не ожидал такого быстрого развития событий. И даже сам Денис Лебедев, как он признался после боя. Но он открыл маленький секрет. Оказывается, накануне, на взвешивании, к нему подошел человек и сказал, что он победит именно во втором раунде. Лебедев, в общем-то, это воспринял. Ну, не надо забегать, бежать впереди идущего поезда. Но когда сегодня это случилось? Каутом одержать верх и объединить титул чемпиона мира нашему спортсмену удалось уже во втором раунде. Вот наш корреспондент Андрей Шляпников следил за ходом этой баталии. Сейчас он вновь на прямой связи со студией. Андрей, ну я снова вас приветствую. Вот эксперты говорили, что бой будет долгим. Считали, что шансы на победу равны. А получается что, ошибались? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...